Здравствуйте. Мы не виделись три года. Не виделись в этом качестве. В этом качестве. Как собеседники о учебном процессе в Венском университете. Да, значит. Чем примечателен Венский университет? Ну, конечно, в первую очередь тем, что там работал Бюллер. Отец и основоположник отечественной русской санскритологии. Соответственно, этим нам интересен в первую очередь тем, что там работал Бюллер. Извините меня. Все-таки Венский университет интересен еще и тем, что он второй по возрасту немецкоязычный университет. В немецкоязычной Европе после, между прочим, пражского университета. Второй венский. 1400 был основан. Извините, дырявая голова, не помню. Ну, кстати, насчет пражского университета. То есть у нас есть Ольджрих Фриш, который оставил двухтомник наш, хрестоматию и словарь, санскритско-русский в 54-м году, 1954. И у нас есть учебник Бюллера, собственно, который, вот он так у нас выглядит, с нашим слоником. Ну, да, это вот издание русского перевода. Да, издание русского перевода. Изначально был на немецком. Да, изначально он был просто в виде вороха листьев на немецком, значит, в 1883 году. Потом, значит, его в 1914 году перевели на русский язык и в 1923 впервые издали на русском языке. И в 2015 году я издал его, переиздал на русском языке. Да, вот тем нам, собственно, и интересен Венский университет. И на самом деле, я не знаю, с чего мы начнем. Наверное, тем, что Венский университет – это мекка европейской санскритологии. И Мекка, и Мекка, и Медина одновременно. Во всяком случае, это то место, где, ну, по крайней мере, в первые два десятка лет 21 века, может быть, была наиболее обширная, глубокая и разнообразная программа, связанная, по которой возможно было изучать, ну, скажем так, весь комплекс наук, связанных, строго говоря, не только с санскритом, но вообще с индийской традиционной культурой, в том числе и среднеиндийские языки, и вообще в 90-е, надо сказать, 90-е годы институт, вот предок нынешнего комбинированного института Южной Азии, Тибетологии и Буддологии, он представлял собой институт индологии и древней иранистики, то есть там еще занимались, ну, по крайней мере, отдельные коллеги, специалисты авистийским языком и так далее, да, вот, а потом... Меня удивило количество спецкурсов, то есть количество совершенно разных спецкурсов. Да, количество спецкурсов... Я думал, что я видел много спецкурсов, но когда я увидел список спецкурсов, на которых принимал участие Эдгар, я понял, что я не видел еще спецкурсов. Да, ты еще ничего не видел, и мало кто видел, и, конечно, я думаю, что я так, ну, когда-то, может быть, в восьмом, девятом, десятом годах, когда я заезжал в Петербург, и в Петербургский университет вот на восточный факультет, я там, конечно, смотрел, это вот по количеству курсов, ну, вот с нашим ветерским университетом. Совершенно не сравнить. То есть просто какие-то десятки совершенно дикими названиями, то есть то, что я бы сказал, узкими, и еще более узкими, чем узкими, какими-то, то есть... Специфическими, да. Допустим, вот, сейчас... А, так, Индология. Смотрите, вот, я просто покажу чисто количество сначала спецкурсов, гезамт-юбубли, общее, да, вот это. Но это иметь в виду, что и тибетология, и буддология, и индология... Тогда прошу поближе, поближе его приблизить, чтобы... Это раз страниц. Да-да-да, просто еще поближе и замереть. Еще поближе, еще поближе, замереть. Вот, и немножко поднимать теперь наверх, то есть чтобы был виден низ. Ага. Инфурунг инди... Эн... чего-то там... Индологии, наверное, да? Это индологии более длинные. Потом, это летний семестр, то есть весна, начало лета 2008 года, где я, между прочим, тоже... То есть это то, что шло параллельно? Это все, ну, параллельно, там, перпендикулярно. Да. Я имею в виду в смысле, что в одном учебном году? В одном учебном году, на нашем вот общем институте. Ну, просто как бы бывает, что вот среди... Ну, то есть, ну, бывает там один спецкурс, бывает два, бывает пять спецкурсов. Но не бывает тридцати разных спецкурсов одновременно. Это вторая страница, да? Угу. Причем там, ну, некоторые, да, там, лекторы, профессора. Так, вторая, третья. Введение в панинистику – это всего лишь одна строчка на этой странице. А это одна строчка? Ты там увидел что-то такое? Да-да-да, Einführer in die Panini. Да-да, это, наверное, был этот самый, вуястик, да? Selected upanishads, да, то есть избранные upanishads. Так, третья страница. Это три такие вот полные страницы. И верба, что читал верба? Верба, это надо посмотреть. Там внизу, третья страница. А, das erste der Familienbücher des Rigveda. Die Preistrufen der Griechiasamadast. То есть получается, не просто Ригведа, а первая Мандала Ригведы, да? Нет, первая, значит, это первая из семейных книг Ригведы, а именно это Рич или Рисукты, за авторством Грит Самадас на Агне. Это избранные гимны. Избранные гимны. К Агне, Индре и другие. Это получается семестры или сколько? Семестры, это всегда на семестрах, да? Из расчета, да. Вот здесь написано. Да, это вот здесь вот. То есть это, ну, два академических часа, ну, то есть пара. Да, два часа, это значит пара. То есть полтора часа? Ну, там полтора. Некоторые у нас, и то, что у нас фрау Прайзентанс считалось полтора часа, это часто в три часа продолжалось. То есть, ну, как бы минимум полтора часа. А второй курс, это фанатика какая-то там? Второй курс, там это Ирена Вихер, Einführung in the Grammatic Paninis, Einheimische Grammatic. Да, это было. Ну, все, она была тогда ассистентом, Ирена Вихер. Она вот видение в панине, да? Нет, там надэрсти фамилии. Надэ, это Верба. Это Верба, Хлодвиг Верба. Потом еще она, девейдишен тексты и ihre спрахформы. Это фолизм. Это вот этот модус, это лекция, да? Индийская, значит, для тех, которые не знают немецкого языка, видийские тексты и их языковая форма. Это, ну, в общем, это введение... А чем принципиально отличается лекция от семинара? Лекция? Да, сейчас я объясню. У нас не только лекция, у нас есть лекции. Есть, помимо лекции семинара, есть лекции, да? Лекция по какой-либо общей вводной теме или какой-то узкой специальной теме. Может быть, какой-то спецкурс. Но предполагается участие... Лекция, значит, предполагается просто чтение лектора, там, кто професс... Обычно лектора должен... То есть режим говорящей головы. Режим говорящей головы, ну, там, или отвечающий на вопросы, но не диалога по преимуществу и не упражнений. Потом есть такие вещи, как... Вот я не помню, у нас здесь есть просеминары? А, есть Уйвунг, есть ПС, это просеминары. И семинар, да, значит, у нас имеются просеминары. Просеминары – это вот ПС и Макдоналд. Бхагавадгита лектура, да? Да, кем отличается этот ПС от... ПС – это просеминар. Это некая комбинация вводной лекции с конкретными упражнениями. Но это получается как по воскресеньям, да? Нечто... То есть половина занятий по... Лекционный материал по санскритскому синтаксу с половиной перевод ромайны. Не, 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 не совсем так. Это больше, значит, в таком виде, что первые несколько занятий – это лекционная, введение в проблематику вообще вот там. А потом чисто уже семинар. А потом, ну, не совсем семинар. Это просеминар для более... Не очень еще опытных санскритологов. В общем, внечто вроде упражнений. То есть чтение обсуждения конкретных санскритских, например, текстов. Вот, например, да. Вот просеминар Уцпоцайт, к сожалению, покойный. Да, значит, Уцпоцайт, который был учеником. Ага, вот, сейчас. Кавья Адарша. Ди поэтик Данденс. Эйнфюрн. Лектюры. Ун интерпретаций. Значит, Уцпоцайт. Введение в поэтику Дандена. Введение, чтение поэтики Дандена. Кавья Адарша. Зерцала поэзия. Интерпретация. Какие там еще названия? То есть, почитай, пожалуйста, какие там еще есть курсы? То есть, даже не важно, кто их ведет, а просто какие бывают наименования. В общем, я надеюсь, все поняли, что это три страницы вот на семестр, на летний семестр. То есть, это не за сто лет истории Венского университета? Нет, это один лишь летний семестр, значит, 2008 года. То есть, весна и начало лета. Семестр начинается с первого марта. Март, апрель, май, июнь. Четыре месяца. Так идут уже свободные месяцы. Ну, то есть, да, семестр идет до начала осени, но лекции ведутся там еженедельно четыре месяца непосредственно. Потому что февраль – это тоже, как бы сказать, каникулы, да? Да, значит, ну, какие, допустим, здесь… Да, и что, значит, представляет собой, я говорю, институт. Вот у нас, скажем, наверное, я так думаю, я так понимаю, что, допустим, в Петербургске институт… Нет, не институт востоковедения. Уже нет никакого института. Восточный факультет, да, там идет все по факультетам, да? Да. У нас, допустим, вот все наши, вот все вместе, все наши студии Южной Азии. Раньше это была эндология, сейчас это более правильно назовем. Ну, неважно, нас интересует только эндология. Южная Азия, да, ну, у нас это все очень тесно связано. Тибетология, буддология, потому что то, что, так сказать, ты можешь по нескольким специальностям. И буддологи могут читать тоже санскритские тексты очень много, да? То есть буддолог может быть санскритологом, да? Или поляризоваться в сторону тибетологии, да? Заниматься больше тибетским. Ну, во всяком случае, буддологи тоже сколько-то определенный какой-то вот санскритологий минимум должны сдать. Ну, они там могут, ну, вот для них там, допустим, больше чтения, изучения трактатов, текстов на тибетском языке. Вот в эти славные времена, конец первого десятилетия, 21 века, я считаю, это вообще был золотой век нашего института. То есть, скажем так, вторая половина десятых годов, ну, в смысле, вот первое десятилетие и начало второго десятилетия. Еще когда не была введена баллонская система, которая строго разграничивает студентов, студентов, находящихся на бакалаврском, на уровне бакалавра, и уже на уровне мастера ватс, на уровне магистров, на магистрском курсе. Вначале у нас был просто, я не помню, когда, где-то, может быть, в 12-м, 13-м, да, конкретно, да, могу сказать, году в 12-м или в 13-м. Году в 13-м полностью перешли, или в 12-м. То есть, получается, ты, как магистр, уже не можешь посещать, условно говоря, то, что рассчитано на бакалавры, да? Ну, на самом деле можно. Нет, на самом деле можно. Но там идут уже какие-то сложные пересчеты, это так называемые ЭЦТС, пункты ЭЦТС. То есть, свой, конечно, резон и свой смысл вот в этой баллонской системе, в этой трехчастной он есть. Это означает гораздо более легкая возможность более простого путешествия студентов от одного европейского университета к другому. Но зачем куда-то переезжать? Если ты в Вене, то ты уже в Мекке, с энциклитологией, и любой переезд – это как наказание. Ну, не всегда. В Вену или в Мекку едут, да? Да, эти самые хаджи, они едут наоборот откуда-нибудь, из Лондона, из, допустим, из СОАС, из института, или из Мюнхена в Вену, или из Америки. Вот я был в 13-м... Нет, в 15-м году, вот мой последний курс у Хлодвига Герба был по изучению языка шаурасений. Вот нас было всего двое студентов. Я уже был на уровне, как бы я был уже докторантом. И там тоже был студент, который из Америки. Я не помню, из какого университета. Он совершенно практически безукоризненно, без акцента говорил на немецком, хотя американец. И вот мы изучали шаурасений и изучали теоретически, и, соответственно, читали из Шакунталы беседы дам, беседы барышень индийских на языке шаурасений. И при этом изучали весь строй языка шаурасений. Да, это такой прокрыт литературный, один из, может быть, самых важных литературных прокрытых, потому что барышни всегда в нефтанских, классических индийских драмах, они щебечут на шаурасений. Они на санскрите никогда не говорят. То есть, когда он там, эти вот части на шаурасении, они там даются в переводе на санскрит, конечно, обычные издатели. То есть, когда Хануман думает, можно ли обратиться к Сите на санскрите, он правильно рассуждает, что, в общем-то, скорее всего, она не поймет его. Нет, 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 Сита понимает, но она никогда не ответит на санскрите, она будет отвечать на шаурасении в драмах. И есть Хануман, сейчас, дай бог памяти, у меня выскочило из головы Ханумана, Чалеса, как это называется. В общем, есть драма, ну, у времени где-то, наверное, конца первого тысячелетия, я забыл, посвящен именно Хануману. В общем, на самом деле, вот где-то она у меня есть, и там Хануман, да, он ведет беседу. Хануман, разумеется, на санскрите, а как раз, по-моему, Сита, вот она как раз на шаурасении говорит. Если мне... Ну, я не очень подробно изучал, я так его просматривал наискосок. Да, потом есть Уттарарама Чарита, да, такое произведение, которое повествует о... Уттарарама Чарита, повествует о жизни Рамы, уже после того, как он с Ситой вернулся. Уттарарама Чарита, да. Это Бхаваблуты. Утарарама Чарита, ну, один из величайших... Классиков. Классиков, да. Ленизма, марксизма. Санскритизма, да. Значит, один из величайших санскритских классиков. Кстати, оригиналы драм, которого были найдены, сейчас, если я правильно помню, в Тривандраме в Южной Индии в начале 20 века. То есть, до того они просто... Было известно, что был такой великий классик Бхаваблуты, но как бы целиком они... Вот их никто не знал. Они были недоступны, и вот они были обнаружены где-то в какой-то... Вот в библиотеке в Тривандраме, да. Это Южная Индия, в Тамиланаду. Или в Андрепродреш, Тривандр. Поправьте меня. В общем, значит, язык необходимый для того, чтобы постичь реплики женщин в санскритских песах. Да, да. Но это маленькая частность. Смотрите. Теперь я объясняю, как вот наш институт функционирует. Он такой вот сборный, сборный, причем по каким специальностям можно было там в первые полтора-два десятка лет, скажем, полтора десятка лет, да. До 15-го года, я знаю все это абсолютно достоверно, до 15-го, 16-го года, а потом я уже был больше в связи со своими... со своей PHD, которая до сих пор все еще длится, там в Дрездене у медиевистов, и поэтому вот как сейчас я... Сейчас точно я не знаю, как там сейчас идет, все происходит. Ну, во всяком случае, так. Институт Южной Азии, тибетологии, буддологии, он один институт. Институт это примерно как кафедра, только больше, нежели кафедра в российских университетах. То есть это несколько кафедр, несколько профессур. И вот профессур, ну, скажем, в первые полтора-десятка лет у нас было полных профессур, то есть это ординарных профессур, ординарные профессора. Их было раз, это по классической Южной Азии, это прайзентуанс, это был матес, это буддология, тибетология, и он же занимался тибетологией. А, еще и был, значит, матес и профессор Генсли, Мартин Генсли, это еще направление Новой Индии. И Новой Индия, значит, это вот современная Индия, и языки там изучались, ну, прежде всего, хинди и непальский. Да, то есть вот по таким направлениям. Потом направление, ну, санскритология, она у нас никогда не называлась, да, как таковая санскритология, то есть это так, что у меня в дипломе написано. Да, значит, направления были такие, вот санскрит, на каких направлениях конкретно человек мог в первые полтора десятилетия 21 века у нас изучать санскрит, это направление истории, вот формально называлось так, история индийских философских, религиозных или философских и религиозных традиций, да, вот так вот называлось, а второе, это история индийской литературы, история индийского, история спахунг-литератургишек, да, история индийских языков и литературы. То есть одно направление как историк, другое как литературовед и языковед, да, получается? Немножко, да, этим был как раз Верба отвечал за литературоведение и языковедение и языкознание, но он был всё-таки больше лингвист, и поэтому у него это совсем была редкая специальность. Потом её вообще, к сожалению, отменили. То есть, она где-то просуществовала года три или четыре. Но он, конечно, чистая водолингвист. Он лингвист, да, и даже там, где он, так сказать, занимается вроде как литературоведением, всё равно это лингвистика. Всё скатывается, всё лингвистика. Да-да-да. Ну, поскольку Хлодвик Верба, покойный мой, ну, уважаемый учитель, один из моих важнейших учителей и друг, он был как раз учеником, я бы даже сказал, лучшим учеником, известного, наверное, в России, академика Майерхофера, да. Ну, нынешним санскритолюбом он, наверное, прежде всего известен по... У тебя там есть где-то, да? У меня есть письмо от Майерхофера, я не смог сейчас найти его. А, да, значит, он, ну, это, господи, эта книжка, как называется, словарь, этимологический словарь, древнеиндийский. Да, ну, то есть Кева и Эва. Кева, да, 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 ну, два варианта, да, более краткие, более полные. Да-да, он, я с ним имел удовольствие несколько раз, вот, я Верба его представлял как своего лучшего ученика, да. Он сам был абсолютно лучшим, как бы он получил, да, с отличием в своё время, закончил, то есть вот он, да, был, в принципе, он филолог-классик был по своему первому образованию, ну, вот он и у Майерхофера, и у Оберхамера. Ну, то есть античник. Он больше, он был изначально античник, ну, в принципе, ну, такой довольно стандартный путь для европейского профессора, ну, правда, он был только аус-анлих профессор, профессор экстраординарий, да, он не получил вот кафедру, да, и так вот он, к сожалению... А чем отличается обычный профессор от необычного? Ординарный профессор получает конкретную кафедру в конкретном университете. Он может быть заведующим институтом, а может и не быть, да, он просто возглавляет вот Леа Штуль. Леа Штуль – это и есть кафедра. И наш институт, институт – это не то, что институт в России, да, а институт в России – это любой, ВУЗ – это институт, нет. У нас, когда мы занимаемся, значит, скажем так, вот я закончил Венский университет, ну, как бы мы практически студенты очень мало, имеют малое отношение или редко встречаются, практически не встречаются с деканом факультета или с деканом. То есть, в деканате там только самые такие вот основные, центральные какие-то дела, связанные с документами, да, с документами, со всякими, вот, как сказать, ну, пересчетами там, если приехал человек из другой страны, из другого университета, чтобы ему там была нострификация, да, по-русски называется нострификация, да. Да, это признание там каких-то вот курсов другого университета в системе нашего университета в качестве таких-то и таких-то курсов нострификации. Или нострификация степени, да, чтобы магистр, я не знаю, там, или там доктор какого-то вот другого университета был признан у нас магистром или доктором нашего университета. Но нострификация была необходима до введения Болонской системы. С введением Болонской системы она отфала, потому что любой магистр или доктор, PhD, philosophy doctorate, любого университета, входящего в общую европейскую систему, он автоматически является таковым и у нас, и в любом университете. Вот это плюс, кстати говоря, Болонской системы. То есть я слышал какие-то очень, ну такие от людей посторонних, кстати говоря, от российских коллег, ах, там это жуткая Болонская система. Ничего на самом деле жуткого. Конечно, она покончила, к сожалению, с абсолютной свободой, которая была в 90-е годы и которая расцвела в начале 2000-х. Огромное количество, еще, видимо, очень неплохо наш институт финансировали. И, ну вот, три страницы с лишним, да, значит, вот этих самых спецкурсов. Ну, например, да, читаю спецкурсы. Да, Ананда Маладас, да, это был, не знаю даже, он сейчас жив или нет, это индолог из Тамилнады. Не важно, жив или нет, сэнспитологи не убирают. Это был фольезинг, да, это была лекция. Фолькс-легион и фолькс-кот-хайднен-сюд-индиан. Народная религия и народные божества в Южной Индии. Лекция. Так, Янка Бенечка. Chinese religions with special... Некоторые на английском языке. Chinese religions with special emphasis on Buddhism. Аспекты тибетской, аспекты истории тибетской религии, или тибетских религий. Так, опять же, это самое, я что-то ходил на него, это вот доктор Гейзер Бетлефалви. Тибетская религия и речь идёт о личностях исследователей. Разные личности исследователей. Действительно интересно сформулировано. Так, потом Гейзер Бетлефалви... Изучать историю предмета, изучая историю конкретных деятелей. Да, конкретных деятелей, да. И вот надо сказать, что помимо наших, во-первых, членов института, постоянных членов института, или членов института университетского, а потом есть ещё институт у нас академический, Академии наук. Названия, они постоянно там в течение многих лет, они несколько раз менялись. Сейчас, по-моему, он называется, которым раньше Академик Штайнкельнер заведовал. Это был институт культургешихте Сюд-Азиенс. Институт культургешихте Сюд-Азиенс. Институт истории культуры Южной Азии. Ну, собственно, этот институт, где только коллеги сидели, так сказать, каждый там на своих индивидуальных или коллективных проектах. Но время от времени такие коллеги, они тоже участвуют в образовательном процессе. То есть, они могут, по-моему, они просто имеют право, не обязаны читать. Но очень многие из них читают какие-то спецкурсы, допустим, по своему предмету, по которому они специализируются. То есть, где они являются, действительно, очень серьезными, общие, так сказать, в мировом масштабе некоторые из них, как, например, Академик Штайнкельнер, признанными специалистами. Академик Штайнкельнер и его школа, они ученики Академика Энста Штайнкельнера, они, в общем-то, везде в мире. И в Китае, и в Японии, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Канаде. Это институт, именно вот венская буддология, мне сейчас туда вот так прямо не протянуть руки, руку не вынуть. Эти книги, это оранжевая вот эта вот серия, буддологическая серия, это издание разных текстов, исследований, переводов, текстов, в смысле, трактатов. Да, или с санскита, или с тибетского языка, или монографии, или какие-то диссертации вот издаются. Очень известная, имеет международную известность. Да, например, этот же самый. Да, и время от времени, вот в какие-то, ну, в те годы, да, по-моему, до наших, прямо вплоть до нашего времени, то есть какие-то вот, называется, guest professors, да, то есть визитирующие, да. Приглашенные. Приглашенные, да, приглашенные, либо профессора, либо лекторы. Да, ну, очень часто именно профессора, очень известные профессора приглашенные, как, например. В общем, приглашенных профессоров больше, чем студентов-слушателей. Иногда, иногда было и так, потому что, я могу сказать, в 2003 году, вот, приглашенным профессором был, сейчас, не Бехерт, а кто у нас был, 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 из Кронингена, Кронингена, а, сейчас, господи, вот ведь уже голова какая дырявая. Да, приглашенный профессор из Кронингена, так, это профессор Бисхоп, вернее, он был не профессор, а это, сейчас, вот ведь, сейчас, ладно, потом, потом, потом вспомню. Да, профессор, да, и вот, допустим, он, вот, было упражнение его, Баккер, Ханс Баккер, Ханс Баккер, вот, все-таки память слабее, ужасно, Ханс Баккер, да, Ханс Баккер у нас три ввел, в 2003 году, в зимнем, в зимнем семестре, да, 2003-2004 года, он ввел три курса, общее введение в индологию, и я помню, что там было, ну, какое-то зашкаливало количество слушателей, потому что это можно было с любых факультетов, то есть, в принципе, кто хотел. Зашкаливал, в смысле, вместо обычных двух было пять? Нет, человек сорок или пятьдесят, это вот в том самом, это был набит весь залпом, который ты знаешь, вот, на типологии, да, 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 там еще и, ну, какие-то стулья стояли в проходах, и я был единственным, который получил отличную оценку, но не из-за того, что я там, как бы, просто вот, у него там вопросы были так сформулированы, а я еще на курсах Баккера, Ханса Баккера был, в этот же семестр был семинар по введению в изучение чтения отдельных интерпретаций, отдельных отрывков из комментариев к Пашу Патасутрам, к Каундиньи, значит, комментарии к Каундиньи, это панчарта бхашья, да, то есть, комментарии к пяти темам. В общем, двадцатитомное введение... А у нас человек пять или шесть тогда было со мной. Двадцатитомное введение в слоноведении. Но, при том, потом еще было отдельное упражнение, упражнение по чтению изданной, вот только что свежеизданной Скандапураны, отличающейся в непальской версии Скандапураны, где сохранялось, вернее, как оказалось, сохранился самый древний, самый древнейший вариант легенды о Варанасе, о Каше, да, примерно восьмого века где-то, датился седьмым-восьмым веком. И Ханс Бакерск с коллегами, это в Кронингене, в Голландии, в Нидерландах, издал этот текст Скандапураны, да, в принципе, доступ в нескольких томах. То есть, на самом деле, наверное, после... Я был один, я был на этом упражнении один-единственный, весь семестр, то есть, мы с ним прочитали какое-то неимоверное количество этого текста. Наверное, после Германии следующий по мощи европейский такой вот эндологический центр, это Нидерланды, наверное, да, то есть... Ну, было, да, да, Лейден, да, это Лейден. Да, то есть, как бы... Ну, там сейчас он, по-моему, ведет такое не очень счастливое существование, там библиотеку... То есть, библиотека, там была отдельная институтская библиотека, и ее вот при мне еще я был два раза, нет, один раз был в Лейдене, по-моему, в 14-м или в 15-м году, в 15-м году на конференции. Конференции, так сказать, молодых докторантов. Лейден совершенно замечал. Ой, как там, как там хорошо учиться, как там хорошо жить, какой уютный город. И знаменитый центр, конечно, вот всех эндологического издательства, да, который тебе, наверное, известно, да, сейчас не Брокхаус, как же он? Бриль. Бриль, да, 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 Бриль. Да, к сожалению, дорогое, но где... Жутко дорогое. Да, жутко-жутко дорогое, безобразно дорогое, но в таком звуописном чудесном месте расположен. Так вот, проблема в том, что вот они как-то это расформировали, институтскую библиотеку, то есть сделали ее частью общей университетской библиотеки, и, ну, это не очень хорошо, все это так вкратце говоря. А у нас вот в Вене до сих пор эта библиотека, и она раньше, она в самом начале 2000-х, то есть еще с 90-х, были две части библиотеки. Была библиотека, так сказать, эндологическая часть и тибетологическая. Вот эндологическая она была доступна непосредственно студентам, в принципе, любым, хоть с улицы мог человек зайти, оставив какие-то... Сомнения. Отбросив сомнения. Нет, нет, отбросив свою... Старые одежды оставив где-то в ящике. Карандея вигая. И он мог просто зайти там посмотреть, все что угодно на месте почитать. Даже без какого-либо библиотечного билета. А отдельно была эта самая эндологическая тогда библиотека, которая была вот в начале еще, один из, так сказать, 21-го века, да, в начале 2000-х, она была доступна для студентов только через каталожные ящики. То есть там сидела отдельная библиотекарша, ты рылся в каталожном ящике, значит, давал, и вот она тебя искала. Но вот в каком году, я не помню, может быть, где-то к середине, году в пятом-шестом. По счастью, поскольку в нашем институте Южной Азии тимпетологии и будологии в 99-м году, когда старые институты переехали в 99-м году, вот в новый кампус. Этот кампус Венского университета был, если кто был в Вене, это на Альцер-штрассе, он был сделан на месте, как сказать, создан на месте старого, ну, городской, старых зданий или старой территории госпиталя, городской больницы. Альтес Акаха называется. Но там нет впечатления того, что это больница? Нет, нет, абсолютно нет. Там больница есть. Там как будто бы, как изначально это было создано для университета, вот такое ощущение. Нет, ну ты же был в кампусе. Но я говорю, что такое ощущение, как будто бы там чисто, как бы, очень просторный, значит, двор. А очень просторный. Да, очень просторный двор. Там какие-то магазины, там какие-то кофеюшечки, рестораны. Да, то есть такой парк. Там факульта, университетская, книжный магазин университет. То есть просто ощущение такое, что концентрация студентов относительно небольшая, у них много места, то есть это не... Университет студентов, конечно, много, в принципе. Ну, как сказать, много. Я думаю, что порядка 100 тысяч студентов. Там сколько? Трехэтажные эти здания, то есть в смысле это же не высотные там... В принципе, трехэтажные. Да, то есть они размазаны, то есть она в самом деле огромное место, пространство в самом центре, в Вене. То есть... Ну, для нашего сравнительно небольшое. Сравнительно он небольшой. Это не гетто где-то на задворках, это в самом центре, трехэтажные здания. Самый центр от главного здания, я сейчас могу сказать, ну, если идешь так медленным шагом, вот ты тоже помнишь, да, где было у нас главное самое здание университета, вот на ринге, там совсем-совсем будет первый район, и оттуда... Ну, либо ты проезжаешь две остановки на трамвай, либо 10-12 минут идешь пешком. Я, между прочим, в 90-е годы там совершенно напротив этого кампуса жил, там снимал комнатку в общежитии, но тогда вот это... Там было все закрыто, то есть туда можно было зайти посмотреть, но все это вот как раз переделывалось. Это действительно была больница. Еще в 70-е годы это была городская больница. Центральная венская, которая считается, по-моему, самым большим госпиталем чуть ли не Европы. В общем, Альгемайнес АКХ, вот сейчас там огромные две башни, они там отовсюду, вот вене видны. Ну, то есть там построили вот новые корпуса этой больницы, и вся больница, она переехала. Не так далеко... Эндологов поселили в больницу, но не для душевнобольных. Нет, нет. Кстати говоря, для душевнобольных там так называемый остался... Вот он остался как... в качестве... Подраздела эндологов. ...людей от Нарентум. Нарентум. Нарентум – это с 18-19 века, в общем, это такая башня. Башня, дословно, башня сумасшедших. То есть, когда вот этих вот несчастных, душевнобольных людей там держали, и, в общем, ну, лечили довольно, я бы сказал, архаично иногда варварскими способами. Да, но это не то место, где сейчас находятся эндологи. Совсем недалеко, буквально через двор. Он, видя этот Нарентум, надо сказать, что, ну, это не секрет, я ходил и, так сказать, близко общался регулярно в течение ряда лет, почти, там, больше семи лет, с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым. Аверинцевым, и вот его, этот Нарентум, был прямо виден из окна кабинета Аверинцева. Там вот сейчас вот это новое здание, вернее, помещение тоже. Это вот от эндологии буквально следующий двор, и там словистика, институт словистики. То есть, корабль дураков был недалеко от эндологов. Да-да, башня, башня, башня для дураков. Но у нас, кстати говоря, вот эндологи получили огромный балкон, балкон, и который мы, студенты, прозвали балокона, нармвинкель, то есть, уголок для дураков, уголок идиотов, уголок дураков, да, словно балокон. Ну, в смысле, вот, простецов. Ну, детей умом, да, простецы. Бала, это либо ребенок, балока, либо... Ну, то есть, как бы, не то, чтобы прям дебилов, то есть, не лишенных умственных сил, просто вот... Нет, никакой IQ меньше 50. Бала, да. В смысле, это не обязательно, это не сумасшедший, да, это просто вот недалекий человек, балокон, да, но это на санскрите, как бы сказать, и там совершенно потрясающий у нас коллега, вот, Витус Ангермайер, он до сих пор там, как сказать, является компонентом института, одним из лекторов, ну, в каких-то своих проектах он сидит, он, я не знаю, он ли сейчас занимается, но этими вот цветами там целые джунгли огромные у нас. Я, по-моему, тебе показывал... А, к сожалению, вот... Подожди. А, там же кто-то, кто-то выпускал тебя, да, по-моему... Мы были на балконе, да. Клибанов, да, да, да. Но ты был зимой, поэтому ты там видел просто какие-то вот замерзшие, да, растения. А летом там просто рай, да, райское место. Это имя... Весь этот огромный балкон, например, лежит имя и школа. Это значит, там много места, там мало людей, и библиотека, и вот она в начале, в какие-то первые годы, она была сведена вместе, и в принципе, вот как тогда, так и ныне уже, я бы сказал, порядка 20 лет или около того, может быть, лет 18, библиотека доступна вообще, именно библиотека, связанная с эндологией, тибетологией, буддологией. Вот все эти востоковедные специальности, они, ну, распределены вот библиотекой, библиотека двухэтажная, да, на двух этажах. Да, и что интересно, конечно, она пополняется регулярно, что понятно, ну, то есть, как бы, если ты зайдешь в российскую библиотеку, то последний раз, например, какие-нибудь иностранные издания, там, 30 лет тому назад закупались, а тут видно, что еще то, что, условно говоря, в продажу не поступило, а у них уже есть. Да-да, регулярно, да, наши, это самое, да, у Штапельфельд, директор. Я, конечно, познакомился с библиотекаршей, соответственно, как бы, ну, да, и понятно, что у них есть то, чего... А ты познакомился с Фракшем? Разумеется, ну, как бы, ну, чтобы я из библиотекаршей не познакомился. А, так она, по-моему, была на твоей... Она была на лекции, да-да-да. Да-да-да, она сама, как раз, кстати говоря, из Дресдена. Да, Дресденский университет является моей... То есть такой круговорот немецкоговорящих университетов. Да, да, но мы, мы, я не знаю, можно ли считать, что мы отвлеклись? Нет, мы просто свободно беседуем о Венском университете. Дело в том, что я боюсь, что спецкурсам надо будет посвятить несколько бесед, потому что на самом деле мне интересно вот все, что было, а потом обсудим в другой раз. Смотри, давай я сейчас... Да, извини, давай я сейчас просто вот для примера так вот на... Не все подряд, а просто некоторое. Выборочно. Выборочно. То есть множество разных упражнений про семинаров. Да, и вот есть про семинары, это как бы введение в семинары. А есть семинары, ну, по совсем вот новейшей программе есть семинары для бакалавров, а есть семинары для магистрантов или докторов. И, помимо этого, есть еще так называемый конверсаториум, он же приватиссимум. Приватиссимум это... Ну, что значит приватиссимум? Найчастнейшее, наиприватнейшее занятие. То есть чисто теоретически, вот я был на таких приватиссима, где ты просто сидишь с профессором и в течение там полутора-двух часов ты обсуждаешь там тему своей диссертации. Один на один. Один на один. Или это может быть несколько человек, который вот на разные темы пишет диссертации. Есть приватиссима, связанные с магистрскими работами, есть приватиссима докторские. И, в принципе, можно и туда, и сюда... В общем, такая научная консультация такая. Научная консультация, и обычно она была связана, что если там, допустим, трое докторантов, то время поделено, там, допустим, вот, докторанту А, докторанту Б, докторанту Б, по-русски В, а не С, да, выделено, там, допустим, ну, полтора месяца одному, полтора месяца другому и третьему, и обсуждают. Мы читаем какие-либо тексты и обсуждаем, вот, допустим, вот переводы, там, тех или иных докторантов или магистров. То есть это всегда обязательно тоже с какими-то упражнениями, но связано, допустим, с упражнением по чтению санскрейских каких-то текстов или тибетских текстов. И я посещал и то, и другое, я, так сказать, в этом, я такой омниверос был там, то есть я пожирал... Ты заходил в 8 часов утра и выходил в 8 часов вечера. Примерно. В течение, во всяком случае, довольно много, где-то полутора десятков лет, да. Во сколько начинался день в университете? Во сколько он заканчивал? Иногда в 8. Заканчивают, то есть какие-то курсы у нас были, во всяком случае, это было, может быть, связано больше 90-е годы. Но не в полность же? Нет, в полность нет. Но какие-то курсы были, допустим, от 6 до 8 вечера. Ну, как раз то. Они были рассчитаны на... Ну, или, допустим, там, от 5 до 7, там, или от 4 до 6. Они были рассчитаны... По опыту известно, что многие уже люди, которые занимаются профессиональной деятельностью, они могут только на эти курсы после работы прийти. И вот некоторые были студенты, ну, уже, как сказать, великовозрастные. Но я думаю, что в России таких студентов, в принципе, нет или почти не бывает. У нас очень многие... То есть санскитолог может быть и за 70? Со мной... Когда я был уже в 2008, 2009, 2010, наверное, в 2010-2011, годах, когда я преподавал введение санскрит-упражнения, а также введение в санскритское посоведение, это под меня был... Вернее, не создан был курс, а я его создал. Меня предложили, вот не хочешь такой курс создать. Про семинар. Я говорю, почему нет. Да, я его... Это он был... Я его... Ну, ввел этот курс в течение одного семестра, или всегда летний семестр был. То есть полгода. И, по-моему, четыре года. То есть я четыре летних семестра подряд. Вот так вот. Из года в год. Учил точно четыре, да. И многие через... Вот... Через этот мой курс прошли. Введение, собственно, в Рамайну и в Махабхарату и в их изучение. История изучения эпоса. Введение в Рамайновидение. В Рамайна и Махабхарата видение. Да. И, значит, что я хотел сказать. Да. Это были... Это был про семинар. Это были про семинары. Так называемые. Да. Вот такие вот семинары, про семинары. Значит, так. Потом какие-то были просто чисто, которые помечены, курсы как Übung, упражнения. Значит, еще раз повторяю. Да. Какие... Вот тип курсов у нас был. Так. У нас в тип курсов был упражнения. И упражнения обычно... Но все равно там какое-то введение было там хотя бы в истории изучения того или иного текста. Так-то. Это было особенно... В принципе, такие упражнения были больше в конце 90-х. Но и в принципе в начале 2000-х они тоже были. Это просто в основном мы читали какие-то тексты. Допустим, текст... Ну, не знаю, там, на... На тибетском... Горст Ласич, да. Он из Академии наук коллега, да. Он там на тибетском мы читали... Няя Бинду, да. Няя Бинду с комментариями... С комментариями Дармоттами, да. Введение в буддийскую логику. Читали нас... Читали... В какие-то годы на санскрите, в какие-то годы на тибетском языке. Да. Вот какие-то вот такие. Чисто вот упражнения. Знакомство с тибетской или санскритской терминологией, да. Связанной с логикой теории познания. Да. Много чего. Допустим, вот доктор Растелли, Марион Растелли, я помню, в 2000, по-моему, первом или втором, наверное, втором-третьем годах читали обязанности домохозяина. Мы читали что? Мы читали... Сейчас... В общем, Дхармашастра, да. Яджин Валки Смитри, да. Мы читали Яджин Валки Смитри с комментариями. Вторую самую авторитетную Дхармашастру после... Да-да, после Манна Смитри, после Манна Дхармашастра, да. Причем с комментариями, да. Прошу заметить. То есть у нас много, очень много... Там можно было сразу же после вводного курса погрузиться сразу в чтение, допустим, санскритских комментариев. Я не уверен, что это в России вообще где-либо практиковалось в академическом контексте. Где-то комментарии вообще читали, философские. Нет, ну вот у нас есть начало перевод... Есть отличный перевод начала Яджин Валки, но это несколько глав, и, конечно, без комментариев. Нет, да без комментариев. Нет, да без комментариев, да. У меня вот она, у меня в Дрездене книжка с комментарием, вот этот самый комментарий, мне такшара, по-моему, называлась, да. То есть это комментарии, чьи акшара количество слогов ограничено. Некий краткий комментарий. Ну, он как бы достаточно подробный был. Вполне-вполне комментариев. Краткий комментарий на 400 страниц. Ну, да, книжка такая примерно, да. Примерно с комментарием на 400... Где-то, наверное, да, около 400 страниц. довольно толстые. Нет, мы, конечно, там проблема, да, вот этого, так сказать, нашего эндологического образования в том, что, конечно, мы никогда целиком трактат ни один не прочитали. То есть все фрагментарно? Да, фрагментарно, да. Ну, как бы наши преподаватели... Но очень разнообразно. Очень-очень разнообразно. Нет, мы всегда говорим, что вы сами должны читать как можно больше. Ну, конкретно просто за семестр или за два семестра мы можем только ограниченные порции текста прочитать. Понятно. Сколько, получается, физически, если нон-стопом заниматься только санскритом, сколько спецкурсов параллельно можно было охватить? Если вообще не жить, не есть и не иметь личной жизни, то... Я примерно по максимуму все делал, но только я и санскритом, и санскритом. Вот сколько параллельно можно было охватить? Параллельно я помню, что это больше 30 часов в неделю было. А сколько это курсов? Ну, раздели на два. То есть, где-то 15, 16, 17. Это очень много. 15 спецкурсов одновременно? Ну, не одновременно, а за неделю. Ну, я имею в виду, что это за неделю. В неделю это часы, там, допустим, спецкурс. Два часа называется семестр в Охенштурме. То есть, из расчета так вот рассчитывается, что два часа, то есть, одна пара в течение семестра. Это же не только, ну, как бы, помимо спецкурсов же и основные курсы еще идут? Нет, нет, это и без разницы. Потому что они, основные курсы, они потом... Там у нас никогда нету вот каких-то стандартных повторяющихся из года в год основных курсов. То есть, это набор, некоторый набор, уникальный набор спецкурсов. Это набор спецкурсов, да. То есть, те или иные курсы, но потом, потом это вот, когда ты уже прошел много-много-много лет, ты прошел вроде бы со своей, это самое, магистрскую, бакалаврский, магистрский... Ну, раньше было вот, вот, до введения баллонской системы, грубо говоря, до десятого года было проще, потому что не было бакалавров, был сразу же... То есть, магистрат, и он назывался не М.А. Мастер оф Артс, а Магистр де философии, да, Макфил, магистр философии, да. Это неважно, там, мог-то изучать один санскрит, то есть, любые филологи, они были магистр философии, да. Немецкая система, да, это вот традиционная немецкая система, это магистр... Их магистр, и магистр, и доктор, там, философии, теологии, по-моему, естественных наук, в общем, там какой-то очень ограниченный набор. А там могла, там, все, что угодно под этим, там, историки, это тоже магистры философии, да. Допустим, да. Вот. Да. А собственные, кстати, филологи, философы, они на Вене, на другом факультете. Грунт- и интегратив-висеншафт. Вот, в отличие от факультета исторических и историко-филолога культурологических дисциплин, он там по-разному. Я сейчас сам толком не помню, как он называется, потому что он уже раз пять менял название за четверть века, уже, так сказать, почти что, да. Они там как-то постоянно его переназывали. Вот, но философы, они на другом факультете, то есть философский, но он не только философский, туда же относится, по-моему, социология и вот все, и педагогика, вот какие-то вот эти все. Грунт, фундаментальные и интегрирующие науки. Ну, как-то вот так. Грунт- и интегратив-висеншафт. Во всяком случае, когда-то он так назывался, как сейчас называется, не знаю. Можно, пожалуйста, по степени дурацкости названия немецкие университеты могли бы соревноваться с российскими, в принципе. Я не знаю, можно ли назвать что-то дурацкие названия, но они такие, да, иногда своеобразные. На громождение какое-то, чтобы включить еще тот 25-й, надо удлинить на пять слов наше наименование, чтобы точно всем было непонятно, но тот включить. Да, значит, и, скажем так, вот когда был этот у нас очень такой свободный куррикулум, вот, скажем так, первое десятилетие 21-го века, какое-то определенное количество часов мы могли набирать вообще в принципе в любом другом институте, даже, ну, теоретически в другом факультете, ну, допустим, там, по биологии это вряд ли, ну, допустим, какой-то курс на философии, да, можно было бы, или на по истории. Каким-то образом его интегрировать вот в этот самый, в свой обычный магистрский курс. У нас были какие-то, сколько-то, допустим, там, допустим, восемь часов, опять же, Вохенштуден, да, восемь часов в неделю, то есть четыре пары, из расчета четыре пары в неделю, мы могли какие-то курсы совершенно вот свои собственные, то, что нам нравится, да, мы могли там изучать, там, я не знаю, на любом другом языковом, там, допустим, там, я, ну, я ходил вот, и, по-моему, даже где-то я это себе как-то интегрировал в Институт Исламоведения и Арабистики, да, вот я занимался тогда тоже в начале 2000-х, тоже арабским языком довольно много, там, помимо тибетского и санскрита, да, вот меня тогда интересовал арабский язык, и вот я занимал довольно много курсов, я в том числе и на арабистике, да, всякие там грамматика арабская, там, продвинутая, или, да, Arabic Grammar in Depth, или конверсатура, то есть это, ну, беседа на классическом арабском языке, разные арабские диалекты, вот, я довольно много это все посетил, но, значит, так, можно было какие-то курсы посещать, и еще, так сказать, ну, разница была, значит, возможности были такие, ты просто посещаешь их, посещаешь, и, как бы, экзамен, то, либо там возможности экзаменов были очень разные, то есть либо ты сдаешь, допустим, по лезвим лекции, ну, просто сдаешь формальный экзамен, либо устный, либо чаще всего письменный в конце семестра, по, что касается семинаров, ты должен был обязательно там работу какую-то написать, вот у нас 15-20 семинаров, до 30 там страниц работа, или там, допустим, ну, про праздник, про семинары, там, допустим, ну, какая-нибудь там 15-страничная, все равно работа небольшая, если, так сказать, перевод и аннотации к какому-нибудь тексту. То есть не совсем скачан из интернета реферат? Нет, тогда, во-первых, не то. Тогда никаких этих artificial intelligence не было еще, по счастью. А потом это все... Я как текстолог, я сам видел, где кто-то пытался мухлевать, что-то такое скачивается из интернета. Я говорю, извините меня, не пойдет. Давайте самостоятельно напишите. Когда человек опытный, просто вот он опытный в распознавании, так сказать, имеет дело с текстами, профессиональный, я сразу же видел, что там, что-то вот где-то скачано, да. Я говорю, никаких этих самых википедий, да. Да, ну, как сейчас, я не знаю, как дело обстоит, но потом нет, ну, как ты у нас, если у тебя там реферат, допустим, по чарокам, или не реферат, а, как сказать, семинары, или по семинары. Это примерно, я бы сказал, примерно как в российских вузах, типа курсовик, да. Ну, как ты, то есть у тебя текст, ты его должен перевести и снабдить своими собственными аннотациями. Где ты это скачаешь, да. Или нельзя скачать. Или какой-либо тибетский текст, который вообще бы не переведен там до того. Ни на один язык, ни на английский, ни на немецкий. Да. Или там... Да. Что еще можно было... Да, это значит, вот письменный. Либо, да, какой-то... Он раньше, в 90-е годы, назывался коллоквиум. Из коллоквиумов. То есть, это такая... Это тайльпруфун. Да. Это такой курс, как бы это курс, который вот он не записывался в виде курса, и представлял собой часть какого-то курса. Допустим, курс состоял из... А, ну, введение в санскрит. Нет. Курс, так сказать... Не-не, сейчас... Я прошу прощения. Я сейчас немножко путаю. Я сейчас немножко путаю свой курс на теологическом факультете. Эти коллоквиумы, они были на теологическом факультете. На эндологии никаковых коллоквиумов не было. Ну, в 90-е годы это были еще... Там, ведомость была, заполнялась на каждый курс, она заполнялась от руки. Сейчас все это идет уже давным-давно. Электронно. Сейчас все это фиксируется. Фу. Просто идет в электронную систему университета. Да. И чтобы вот, допустим, сказать... Ну, привести пример, с чего мы, собственно, вроде бы хотели начать. Хинди-конверсацион. Беседа на хинди. Хинди-лектюра. Чтение художественных текстов на хинди. Аньфюминди Непали. Введение в непальский язык. Так. Религионсфилософишият темен. Это фу. Лезинг. Ага. А, это Винсент Эльчингер. Он потом получил. Винсент Эльчингер. Это швейцарский коллега. Мы с ним, так сказать, не одного возраста. Он сейчас, по-моему, профессор в Сарбоне. Он уже лет 10 или 12. Допустим, темы истории религиозной философии в буддийской, значит, байден-буддистичной аккентнист теоретика, байден-буддистичной аккентнист теоретика, у теоретиков, у буддийских гносиологов и логиков. На этом я предлагаю поставить точку, потому что, на самом деле, я думаю, что про спецсеминары у нас еще беседы две, мы вполне... Может быть, следует... Мы уже... Мы хотим оставить это в режиме часа беседы, то есть у нас наши беседы раньше были часовые, соответственно, предлагаю не нагнетать, не пытаться впихнуть невпихуемое. Да, может быть, в следующий раз можно... Я бы вообще, на самом деле, хотел показать, как у нас в 2000-е годы изучался санскрит, введение. Я, собственно, с этого хотел начинать, а мы как-то... Но мы как раз подходим к началу. Я думаю, что мы через несколько месяцев подойдем как раз к началу. И вот по Голдманам, и вот это Киллингли, учебник Киллингли. Ну да. То есть я хочу продолжить разговор спецкурс, и мне интересно, потому что на самом деле вот это изобилие спецкурсов, я нигде не видел такого изобилия. Ну вот у нас, к сожалению, наша, как сказать, главная создательница этого рая на земле, фрау Прайзентанс, она вот с этого семестра на пенсию. У нас как 65 лет человеку исполняется, все, на пенсию, на свал. Нет, человек может, профессор может дальше какие-то, вот так сказать. Но уже не обязан. Ну, не обязан, да. Ну, сейчас, я не знаю, будут какие-то, грядет перестройка фундаментальная. Но я надеюсь, что уровень останется не хуже. Но всегда с каждым, с каждым новым профессором как бы немножко изменяется. Вот Прайзентанс, время правления фрау Прайзентанс, то есть начиная с 90-го года и до 24-го года это было, я бы сказал, что самое благословенное время для нашего института. Да, это было просто, это был рай на земле. Это было самое лучшее место, где можно было заниматься нашими орхидейными индийско-санскритологическими, помимо всего прочего, там санскритом и всякими вот такими орхидейными науками, как это у нас говорится. Предлагаю в следующий раз продолжить рассказ про спецкурсы. Не знаю, пусть тот, кому это неинтересно, скажет, в смысле в комментариях под этим нашим, нашей передачей. Но лично мне интересно. Я хотел показать вот у меня конспекты спецкурсов. Это только эта маленькая часть, всякие разные, но ты их видел, да? Я их видел, но они все равно впечатляют, каждый раз впечатляются. Огромная. Я только некоторую часть, малую часть, я их взял. Я хотел показать, как это... Ну, это у меня, чисто, я в таких папках эти разные листочки там и храню. До сих пор храню, и хорошо, что храню. Спасибо. Я рад, что мы вернулись. По-моему, это интересно. Мне интересны люди. Мне не интересна область, как таковая вообще. Мне интересны конкретные люди, которые занимаются близкими мне дисциплинами. Я могу ничего не понимать, например, в какой-то области, но рассказ человека, который отдал этому свою жизнь, он всегда меня трогает. Как-то так получилось, да, что... Как-то между делом, между делом, а получилось, что значительная часть жизни именно этому была отдана. Хорошо это или плохо. Да. Хорошо, друзья мои. Да, спасибо также всем, кто слушал. Да, слушал. Кто присутствует незримо, в основном незримо, значит, в зуме, а также всем тем, которые нас слушали в живом, в живой передаче. Да, и я советую вам потихоньку послушать и то, что было ранее, оно не устарело от того, что оно было сказано три года тому назад. Нет, я считаю, что ты делаешь великое дело, потому что люди, жизнь наша очень скоротечна и коротка, и мы приходим и уходим, да, уже. Да, то есть, скорее всего, мы никакого особого следа не оставим в этой эндологической стезе, но какую-то часть своей истории надо рассказать. Вдруг это кому-то покажется интересным. Ну, посмотрим, да. Во всяком случае, я воспользуюсь этой возможностью насчет следа. Вот, пожалуйста, чтобы ощутить хотя бы некий след, ну, пожалуйста, если есть возможность, время и иного рода возможности по воскресеньям, я, так сказать, пытаюсь передать, ну, какой-то свой, выжимки своего опыта и некоторых малых знаний, полученных за 30 лет изучения санскрита. У синтакса санскрита, да. Вот. Заглядывайте в воскресенье в пять часов хотя бы раз в жизни каждый должен побывать. Да. Пока мы живы, да, пока мы живы еще. Потому что, ну, это пока мы живы, а вдруг никто же не знает, как это все. Да, даже эндологический рай на земле, и тот уже сворачивается. А в всем рай же, рай индра, он же тоже не вечный. Да, он как бы имеет, ну, или вот буддийские все эти вот сваргалоки, да, это все просто какое-то время, потом это все заканчивается. Даже индра является, индра не бесконечная. Ну, во всяком, нет, боги, в этом вот, в брахманическом представлении, наверное, нет, они все-таки являются вечными. В буддийском, так сказать, и индра, крещённых буддизм, в общем, индуистские божества, которые были крещённы в буддизм, они не бесконечны, да. Они являются сансорическими существами, или и они раньше или позже, они перерождаются кем-то еще. Тут в Индии настолько много разных концепций, всегда можно... Надо заслужить право иметь возможность заниматься санскритом несколько жизней подряд. То есть, это дано не каждому, это еще нужно заслужить. Ну, хотя бы одну жизнь подряд. Ладно, что там про другие жизни мы достоверно ничего не знаем. Это апта ватчана. Мы должны полагаться на адрышта. Это что такое, значит, объект? Это тот объект, который, вот, как бы сказать, то есть, телос которого, предмет которого является адрышта, для нашего непосредственного восприятия, он, согласно ватсияне, он недоступен, да? Это только доступен для каких-то, ну, великих йогинов, там, или рыщей, или муней. Вот. А мы, как бы сказать, мы про все эти небесные вещи мы только знаем из достоверных рассказов, обладающих авторитетом мудрецов. Мы можем сказать про нашу жизнь, да? Про жизнь нашей современников. А наша жизнь краткая. И, конечно, нам вот всегда наша моя основная научная руководительница и учитель Карин Прайзентанс, да, она, я помню, мне это как-то очень в сердце запало, много лет сказал. Мы когда читали Няя Бхаши, да, она говорит, представляете, говорят коллеги, ну, или там, представляете, там, господа, дамы, вот мы с вами читаем тексты, насколько же мы счастливы быть должны и насколько же это изумно просто... Редкая удача. Редкая удача, что мы занимаемся там произведениями, которым там полторы-две тысячи лет, да, и вот мы, представляете, мы где-то в Вене, находясь в Европе, мы этим занимаемся, да. И меня так вот гоняло до глубины души, я думаю, а ведь правда, да. И нас не гонят за это? Нас за это, ну, пока не гонят, да. Единственное, что могут отменить финансово, чисто, краник перекрыть, да. Ну, вот, золотое время было, да, скажем, первое полтора десятилетия 21 века, Вена это был абсолютно... В общем, подзаголовок, значит, нашей передачи, это золотые... Золотые годы или золотой век венской эндологии. Золотой век венского... Венского востоковедения, да. Да. Хорошо. Спасибо. И до свидания. До встречи. Всего доброго. До свидания.